В Акимате Североказахстанской области состоялась 28-я сессия областного филиала АНК. Представители ассамблеи отчитались об итогах, проделанной за год работы. Делегация из Китая посетила Таиншинский район. Вместе с заместителем Акима области они ознакомились с работой предприятий Таиншамай и Мималюкс. Два случая выпадения детей из окон зафиксировали в Североказахстанской области с начала года. Спасатели проводят разъяснительные беседы с населением. Единство, созидание, прогресс. Под таким названием состоялась 28-я сессия областного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Традиционно подвели итоги за год, говорили о планах. Сезон был плодотворным и тяжелым. Все силы были брошены на оказание помощи пострадавшим от паводка. Аким области Гауэзнур Мохамбетов, обращаясь с собравшимся, подчеркнул, что в это сложное время североказахстанцы продемонстрировали единство, дружбу и взаимную поддержку. Вы сильно помогли во время паводка, встречаясь с людьми и объясняя им реальное положение дел. За это вам большое спасибо. Также продолжается восстановительная работа затопленных в микрорайонах Петропавловска. Здесь развернуто, как вы знаете, 14 оперативных штабов, за каждым из которых закреплено по 5 механизированных бригад. Механизированные бригады восстанавливают поврежденные имущества, делают ремонт пострадавших домов, очищают от мусора улицы и придомовые территории. Также глава региона говорил о задачах, поставленных президентом страны на республиканской сессии АНК. Одна из основных озеленений и очистка территории. На сегодня в рамках акции «Таза Казахстан» благоустроено 201 скверов и парков, вывезено 133 тысяч тонн мусора, посажено более 32 тысяч деревьев и более 2 тысяч кустарников. Представителями этнокультурных объединений нужно проводить большую разъяснительную, воспитательную работу средней населения, чтобы каждый дом, двор, парк находились в надлежащем состоянии. Считаю, что ассамблея должна давать мне, как главе региона и председателю АНК, обратную связь. Вы мои помощники и нам надо чаще встречаться и обмениваться мнениями. Вы должны сигнализировать об имеющихся проблемах, а это, как мы знаем, водоснабжение, ремонт дорог, благоустройство и так далее. На сессии вручили удостоверение членам АНК. Четыре человека получили благодарственные письма Акима области. Среди них председатель Совета матерей района Шалакына Нагима Белялова. Сегодня в каждом сельском округе работает Совет матерей. Почти 13 Советов матерей по району Шалакына и один в городе Сергеевка. Сегодня мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых в районе, в области. Нужно сказать, что наша работа сегодня не ограничивается только в рамках Совета матерей. Сегодня большая работа проведена в рамках оказания помощи пострадавших во время паводка. Совет матерей оказал помощь почти на 7 миллионов тенге. Выбрали здесь и нового заместителя общественного председателя филиала АНК. Вместо Елены Семидотских работать на этой должности теперь будет Алексей Хан. Председателем Ахсакалдар Кенеса областной ассамблеи и по совместительству вторым заместителем председателя избрали из Кенгира Елисизова. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК. Зиягуль Жапарова, жительница села Бесколь. Женщина просила сократить интервал движения автобуса номер 101. Движение маршрута осуществляется как в районном центре Козылжарского района, так и по Петропавловску. Зачастую автобус переполнен и люди не успевают добраться в нужные места. Все молодые работают в городе. Есть студенты. На остановках многолюдно. С каждым годом население растет. Бесколь строится и расширяется. И того транспорта, что выделили несколько лет назад, мало. Мы долго ждем автобус и не можем в него зайти. Переполнен. Пригородный маршрут не субсидируется. По нему ходят порядка 8 автобусов. В час пик интервал в 30 минут доставляет пассажирам неудобства. Глава региона поручил изучить ситуацию и предоставить предложение по улучшению транспортного сообщения. Надо этот вопрос решить. Каким образом дайте предложение? Давайте через ФРП поможем. Самое главное, чтобы сегодня он был рентабельным. Если он не рентабельный, но нужен людям, и люди просят, и он переполненный йод. Надо тогда датировать или субсидировать. Но надо вопрос в любом случае решать. Дайте четкое предложение. Дом Людмилы Соляник пострадал от паводка. Комиссия вынесла решение восстановить жилье. Но семья с этим решением не согласна. 10 мая к нам пришел техник и обследовал дом и сказал, что дом подлежит ремонту. С этим решением обследования я не согласна. И с 13 мая, 10 мая был техник, а с 13 мая я пишу везде заявление, что с этим я не согласна. Более 4 миллионов тенге семье предоставляют на ремонт, но собственники дома отказываются это делать. Ту оценку, которую вам сделали, мы эту оценку не можем оспаривать. То тех обследований, которые дом ваш признали, тех технические эксперты, что он годен, мы не можем его отменить, поймите. Поэтому все те поручения, которые дал глава Кабминина, глава государства, мы все выполнили. И выполняем. И мы готовы. Если вы не можете отремонтировать дом, мы вам бригаду поставим и сами отремонтируем. Мы поможем вам на эти деньги. Но признать его, как мне написано, аварийным, если он годен к ремонту, никто на себя такую ответственность не возьмет. Это уголовная ответственность. Несогласные с решением оценки по ущербу могут обратиться в суд. Также глава региона выслушал и взял на контроль обращение всех граждан, записавшихся на прием. Теоми Малюк сотрудничает с Китайской Народной Республикой с 2016 года. Занимается приемкой, сушкой и отгрузкой пшеницы. В этот раз предприятие с рабочим визитом посетила делегация из головного офиса, который расположен в провинции Шэньси. Они ознакомились с условиями, которые создаются с казахстанской стороны для развития международного бизнеса. В прошлом году с участием китайской компании Айдзю в Таиншинском районе запустили мельничный комплекс и комбикормовый завод. На данном предприятии проводится переработка пшеницы на муку, построен новый завод мощностью 300 тонн в сутки и комбикормовый завод для экспорта на Китай. Для делегации из Поднебесной провели экскурсию и рассказали о рабочем предприятии. В год здесь производят 200 тысяч тонн муки, 100 тысяч тонн лапши. Общий годовой оборот – 1 миллион тонн продукции. Далее в логистическом перерабатывающем парке провели переговоры, в ходе которых заместитель Акима Североказахстанской области Рустем Курманов ответил на все интересующие вопросы. Встреча прошла в дружественной обстановке. Я очень рад, что в свое время Джохей выбрал Североказахстанскую область в качестве области для проекта, потому что он очень, я помню, он очень много думал, он думал в Кокштау открыть или в Северном Казахстане, но выбрал Североказахстанскую область. И это первый успешный казахстанско-китайский проект, который начал со Станьшамай, а это уже вторая часть «Мемолюкс». Я думаю, что благодаря его энергии вот такое сотрудничество Казахстана-Китай состоялось. Ни одна область не может похвастаться такими китайскими проектами. Обсудили и вопрос коррупции. Китайские коллеги поделились своими способами борьбы с экономическими преступлениями. В свою очередь, руководитель областного департамента агентства по противодействию коррупции рассказал, как этому социальному злу противостоят в нашем регионе. Все мы знаем, что если бизнес правильно развивается, то и экономика, соответственно, будет на высоте. Поэтому вот в рамках этого проекта «Бизнес Кижо» в каждом регионе созданы определенные рабочие группы, которые состоят из наших сотрудников, сотрудников антикора, сотрудников местных исполнительных органов и палаты предпринимателей. Также мы, конечно, знаем, что есть и представители бизнеса, которые не такие добросовестные, то есть которые попадают в орбиту уголовного преследования, ведут нечестный бизнес и, соответственно, нарушают закон. С такими бизнесменами аналогично, конечно, очень пристальное большое внимание уделяется нами. То есть каждое следственное действие, даже если бизнесмен здесь, на области, да в любой другой, мы согласуем со своим центром. В завершении переговоров коллеги обменялись подарками. Представители делегации вручили официальное приглашение в Китай для Акима области. Осенью в провинции пройдет международная выставка. От имени первого руководителя региона глава делегации получил в подарок картину с изображением североказахстанского пейзажа. Далее делегация отправилась в село Ильичевку. Именно там построили первый завод с производительностью 300 тысяч тонн в год. Занимаются выращиванием, переработкой и экспортом в Китай масличных культур. Производят четыре вида масла. Подсолнечное, рапсовое, сафлоровое и льняное. Готовую продукцию отправляют за рубеж. Санья Абельзинова работает лаборантом уже четвертый год. Говорит, для сотрудников созданы все условия. К примеру, лучшие работники предприятия могут отправиться на 10 дней в Китай, чтобы ознакомиться со страной и повысить свою квалификацию. Сиань – это город, в котором у нас есть головной офис, большой завод. Для чего отправляют? Для того, чтобы мы научились, взяли навыки у других рабочих. Много что могли узнать. В этом году у нас с производства уехало 6 человек. И в будущем тоже планируется поехать. Это, знаете, как стремление к лучшему. Если ты работаешь, стремишься, значит, ты имеешь возможность поехать в Китай. Китайские предприниматели очень заинтересованы сотрудничать с бизнесменами Северо-Казахстанской области. В будущем здесь планируют открыть и другие предприятия. Недавно начали заниматься растения и водством. Под руководством Адзю сейчас находится 100 тысяч гектаров. Их планируют расширить до 300 тысяч. Мы стараемся обмениваться опытом с казахстанскими бизнесменами. Приезжаем к ним, приглашаем их к себе. Сейчас планы масштабные. Наши коллеги из Китая тоже планируют открыть здесь несколько предприятий по разным направлениям. Пока знакомимся с северо-казахстанским климатом. Изучаем наиболее развитые здесь сферы. В общем, мы хотим помочь поднять сельское хозяйство в Казахстане. Также я планирую заняться туризмом. Сейчас моя цель – открыть ресторан в виде казахской юрты. Делегация из Китая приезжает уже не первый раз. Этот визит на предприятие Тэн Шаомай имя Малюк стал пятым по счету. Валерия Сиваш, Олег Косинов, МДРК До паводков большой малышки проживали около 900 человек. Большая вода разрушила более сотни домов и хозпостроек. Многие жители переехали в другие села. Кто решил остаться здесь, восстанавливает дома с помощью мехбригад или же самостоятельно. В своем доме Надежда Крутских проживает более полувека. Он достался ей от родителей. За все это время, рассказывает сельчанка, большой воды никогда не было. Ремонт дома оценили в 5 миллионов тенге. Помогает навести порядок в нем мехбригады из Тэншинского района. Осталось доделать печь в доме и поработать снаружи с фундаментом. Всего мехбригады ремонтируют здесь 24 дома. В 14 из них работы завершаются. 8 домов планируют сдать в ближайшие 2 дня. На ремонт одного объекта у строителей уходит порядка 10 дней. Мы где-то 3 недели здесь работаем. То есть материал завозим. То есть материалом тоже бывают какие-то проблемы, задержки. Потому что в области домов много реконструкции идет. И по дереву были какие-то проблемы. То есть день-два пока привезли, пока доставили. Одна бригада? У нас 22 человека работают. В среднем по 3 человека на дом работают. Есть и такие сельчане, кто восстанавливает жилье без помощи бригад. Владимирскую беда вместе с супругой делают ремонт в своем доме. Полы сушим, мебель выкинули. Потому что воды было где-то больше метра. Печку переделали. На выделенные деньги кирпич. Ну, все работы, которые нужны. Штукатурим, делаем своими силами. Не унываем, как говорится. Какое число начали работать? Как выделили деньги, делаем. Спасибо местным властям. Семья Алиевых тоже самостоятельно восстанавливает дом. Большой малышки Юсиф и Амина проживают 3 года. Воспитывают четверых детей. Самому младшему 7 месяцев. Недавно в доме сделали ремонт. Купили новую мебель, но стихия разрушила все. Теперь начинают восстанавливать все по-новой. Ремонт уже как месяц. А кто вам помогает ремонт? Вот ребята, мои друзья приехали. Друзья, ну, меня отправили наши ребята. Ну, я договорился с ними, они сделают. Какая сумма была выделена? Выделено было 6 миллионов 200. В Козложарском районе от большой воды пострадало 1546 домов. 385 из них, это 25 процентов, признали аварийными. На данный момент по аварийным домам мы проводим работу по приобретению домов на рынке Козложарского района, а также в городе Петропавловск, приобретение жилья для пострадавших, для жителей, чьи дома были признаны аварийными. Кроме того, по решению Акима области 154 дома в новом микроороне Брлик также предоставляется жителям Козложарского района, чьи дома признаны аварийными. На данный момент мы уже приобрели 130 домов, остальные сейчас уже дома тоже уже находят там своих продавцов, покупателей. Все эти процедурные вопросы мы проводим, на стадии оформления уже оплаты. Так что мы всех, все жители, чьи дома были признаны аварийными, обустроим, найдем квартиры и обеспечим выкуп. В затопленных селах не только восстанавливают жильону, инфраструктуру, занимаются благоустройством, обещают все привести в порядок к отопительному сезону. Александра Рудина, Ширния Сыманов, МТРК. О профилактике детского травматизма говорили на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Спасатели пригласили председателей ОСИ, чтобы они донесли важную информацию до жильцов своих домов. С начала года в области зафиксировано два случая выпадения детей из окон. Во всех случаях выпадения дети самостоятельно забирались на подоконники, используя в качестве подставки различные предметы мебели, либо опирались на противомоскитные сетки. К 20 апреля ОСИ, 152, ребенок, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома. Второй случай, буквально полтора месяца назад, 10 июня, по адресу Ибраева, 12, из окна пятого этажа пятиэтажного жилого дома, также выпал пятилетний ребенок. Все дети были травмированы, доставлены в медицинское учреждение. Пригласили на брифинг ювенального полицейского. Он познакомил слушателей со статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, связанными с безответственным отношением к детям. Статьей 119 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящего в опасном для жизни и здоровье состоянии, и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни и вследствие виновного беспомощного состояния. В случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу, или был обязан заботиться об этом лице, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровье состояние. Представитель фирмы по продаже окон рассказал о специальных приспособлениях и мерах профилактики. Выдержит до 90 килограмм, то есть ребенок ее не сможет выдернуть, но с усилием взрослого человека ее можно будет легко демонтировать. Также он ее не сможет открутить. Слушателям показали тематические ролики, раздали информационные памятки по профилактике детского травматизма. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. Криминалист, инспектор и батальона патрульной полиции и начальник отделения ювенальной полиции посетили лагерь «Достык». Цель встречи – побеседовать с детьми, предупредить их о возможных опасностях. Их летом немало. Это интенсивное движение на дорогах, езда на электросамокатах и велосипедах, купание на водоемах без присмотра. Эксперт-криминалист показал юной аудитории арсенал чемодана, с которым он и его коллеги выезжают на все преступления и происшествия в составе следственно-оперативной группы. Старший лейтенант полиции упомянул также о науке о запахах, о дарологии и показал алгоритм дактилоскопии. Фиксация отпечатков пальцев необходимы при раскрытии краж и других преступлений. Сегодня приходили сотрудники полиции, рассказывали нам о вещах, которые даже, мне кажется, не знали. Половина достыка, в том числе и меня, естественно. Рассказывали они про обыски и чем занимаются сами полиция. Есть, конечно, разные виды, но понравилось мне именно то, что они рассказывали. Понравилось то, что они все рассказали, показали, там отпечатки показали, машину свою показали. Ну, классно, мне понравилось. Были опыты уже такие, ну, видел полицию, сюда приезжала уже, видел выступления всякие разные. Инспекторы патрульной полиции рассказали о своей службе, показали амуницию и спецсредства. Всех желающих полицейские пригласили посидеть за рулем патрульной автомашины, оснащенной сигнальным громкоговорящим устройством, встроенными видеокамерами и проблесковыми маячками. Начальник отделения ювенальной полиции Жанат Мустафина напомнила подросткам об ответственности за нахождение вне жилища после 11 часов вечера без сопровождения законных представителей и других нарушениях. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» сотрудниками ювенальной полиции Управления полиции города Петропавловска организовано мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди несовершилетних, где сотрудники криминалисты, а также батальон патрульной полиции рассказали о своей службе, также продемонстрировали спецсредства. Такие встречи с профилактическим и профориентационным посылом в детских оздоровительных лагерях полицейские проводят в течение всего летнего сезона. Вполне возможно, что кто-то из мальчишек и девчонок в будущем решит посвятить себя службе на благо народа и государства, надев погоны офицера полиции. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. В областном департаменте экологии разработали годовой план мероприятий по пресечению несанкционированного размещения отходов. Только за прошедшие 7 месяцев текущего года мобильная группа выявила 82 несанкционированные свалки. 28 из них ликвидировано. За первое полугодие проведено 20 проверок. Из них 9 профилактический контроль с посещением, 4 внеплановые проверки, 5 профконтроль на соответствии квалификационным требованиям. Необходимо отметить, что по результатам выявлено 49 нарушений, выдано 46 предписаний об устранении нарушений. На сегодняшний день 43 из них исполнены. Помимо вышеназванных форм контроля, департамент проводится профилактический контроль без посещения. Так, в частности, за 6 месяцев проведено 299 таких проверок. По результатам выявлено 101 нарушения. Субъектом контроля направлены информационные письма с разъяснением об устранении вышеуказанных нарушений. В области имеется 450 объектов размещения твердых бытовых отходов. 98 из них не имеют земельного акта. Соответствующая разрешительная документация имеется только на 11 полигонов. Также департаментам ведется активная работа по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Во всех проектах предусмотрены экологические мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. Так, в частности, по результатам рассмотрения данных проектов, снижение выбросов на атмосферу составило 148 тонн в год. Также предусмотрены мероприятия по озеленению. В частности, по результатам рассмотрения данных проектов запланировано ежегодное озеленение порядка 16,5 гектар. Ведется планомерная работа по исполнению дорожной карты. Она направлена на комплексное решение экологических проблем. Согласно плану, до 2027 года в районах области должны построить 8 полигонов твердых бытовых отходов. Валерия Филатова, МТРК Всереспубликанскую коакцию «ТАЗА Казахстан» поэтапно проводят в Айрталском районе. Сегодня активисты очищали от мусора побережье озера Шалкар и близлежащий лесной массив. Собрали тонну отходов – 60 мешков с пластиком и стеклом. Наводили порядок представители партии «Аманат», госслужащие и сотрудники молодежного ресурсного центра. Всего 35 человек. В целом в районе порядка 80 населенных пунктов, и в каждом из них регулярно проводят субботники и чистые четверги. С начала акции «ТАЗА Казахстан» убрали 15 тысяч тонн мусора. Задействовали свыше 4 тысяч человек, в том числе предпринимателей, работников бюджетных организаций, волонтеров. С 8 по 13 сентября в Казахстане пройдут пятые Всемирные игры кочевников. Эстафету игр передала Турция. Всемирные игры кочевников включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Более 90 стран уже подтвердили свое участие в них. Приедут опытные спортсмены, и к тому же будет учреждена Международная судейская комиссия. Ожидается, что в широкомасштабном мероприятии примут участие более 2000 спортсменов. В честь Североказахстанской области на Международной арене будет защищать Санья Аскер. Национальной игрой Ассакату увлекается более 8 лет. Девушка является мастером спорта Республики Казахстан, чемпионкой Кубка Евразии. Я прошла отбор на пятый Всемирный игр кочевников. В целом я есть в составе сборной Казахстана. В феврале были сборы в Алматы. Собрались спортсмены со всей республики. Там мы показали все свое умение и мастерство. И так прошла на отбор. С 14 по 25 июля проходила сборы в Чучинске. Это были наши четвертые сборы перед соревнованиями. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 100 комплектов медалей в 21 виде спорта. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК. В спортивной школе «Жены» завершился чемпионат Национальной гвардии по рукопашному бою, посвященный памяти Азамата Нурпиисова. В соревнованиях приняли участие порядка 70 человек со всей страны. Почетно третье место у командования Орталык. Второе – Унтустык. Возглавили тройку лидеров военнослужащих регионального командования Батыс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...